итак кредит международный валютный фонд нам предоставил теперь можно о нем поговорить почему во первых в любом случае предоставление кредита международный фонд всегда обращаем внимание всегда разрабатывает таковы программ то есть он объясняет зачем это делает что нужно сделать и какие цели должны быть достигнуты я вам скажу так основное понятное дело что всего дадут 17 и 50 миллиардов долларов при этой причине смотрите что за 5 миллиардов которые о которых начали говорить это не первый транш в самом документе специально посмотрел что здесь написано здесь написано следующим образом что правительство украины получает для покрытия скажем текущих расходов для употребляжения 5 миллиардов долларов что это означает это вот 5 миллиардов долларов которые украина может использовать для погашения долгов за газ ну и для решения всяких своих соответствующих проблем что вы правильно поняли то есть это как бы всего дают 17,5 десятых мы с них 5 миллиардов морок потратили предыдущий кредит когда давали нам разрешили потратить 2,2 миллиарда для погашения долгов за газ долгов за газ вы если вы наверное не в курсе мы продолжали приезжать европейцы по этой причине нужно естественно вот вы выделили нам 5 миллиардов то что в течение так понимает 2015 может еще с запасом вот мы можем их использовать для оплашения долгов за газ вот что такое 5 миллиардов что касается конкретных траншов пока разбивки нет в любом случае 17,5 десятых на 4 года если поделить ну вы сами понимаете по 4 миллиарда вот такая ситуация теперь самое главное что же они как бы планируют что ли значит ситуация следующая читаем первое начало это восстановить денежную систему то есть обеспечить стабильность цель вообще это конечно забавно ребят сначала они своим советом убили нашу экономику теперь они говорят давайте стабильно цель гибкий курс но это с гибким курсом этого глупость квадрата но сами видите что гибкий курс это не гибкий это обвал рынка гибкий курс в украине был до майдана гибкий курс это когда курс изменяется за год не больше чем на 5 процентов все что мы видим всегда это не гибкий курс это глупость квадрате и сколько мвф не надувал щеки не рассказывал и чушь все ну и третье это стабилизация работы банки гениально сначала согласно их указания банка система уничтожена теперь речь восстановить стабильность ну они в общем то как бы из политики правильно говорят 20 7 уничтожен надо восстановить стабильность но давайте сначала не уничтожать банковская система украины рухнула по той простой причине что был девальвация гримны ну вы сами понимаете очень сложно работать банком условия девальвации потому что кредиты не отдают долги вероятно обесценивается наоборот дорожают и самое главное понимаете у нас же банки были в короткой позиции они длинные две большие разницы перед началом кризиса перед майданом у нас банки 6 миллиардов были в короткой позиции вообще не знаю кто куда смотрит короткая позиция надо банкам купить 6 миллиардов для того чтобы их выплатить долларов а не продать понимаете разница длинный это продать там была короткая позиция то есть это абсурдно ситуация в квадрате что предлагает НБФ и требует уничтожать дальше банки смотрите он установил такую программу что банки которые будут нет до учителей которые не смогут донести деньги банка закрывается учитель который не не скажем так не сможет покрыть убытки которые сделали благодаря указанию банка закрывается то есть банки будут дальше закрываться сколько какие сложно сказать но в общем-то стоит такая цель уничтожить практически банковскую систему останется пару коллег ну вот с ними что-то будет я понимаю что это выгодно некоторым ребятам сейчас молодые банки такие банки в приближенной классе раз резко станут да это будет другое дело что конечно возврат доверия население банковской системе тут написано но это смешно да это может быть но я думаю вот даже мало они тут пишут чуть ли не на следующий неделе не удивляйтесь потом это как бы первое направление то есть как увидеть ничего не имеется опять гибкий курс опять опал гривны опять отсутствие стабильности и опять разговаривали что инфляция смотрите что они пишут значит в этом году я считаю что инфляция будет 27 процентов а вот в следующем году она будет снижаться а зато 2017 она будет как европа знаете давайте посмеемся в месяц то майдан у нас инфляция была пол процента зачем было делать майдан чтобы сейчас получить инфляцию 27 официально а кабмин запланирует 40 процентов я думаю будет 100 вот зачем было делать майдан где логика логики и отсутствие совершенно то сейчас я говорю надо что-то делать 27 процентов поймите у нас инфляция до майдана была нормальная европейская до майдана а не после после бардака ну соответственно что касается ну тут вообще анекдот уменьшить расходы бюджета регулирования сбалансирования опережения дисбаланс вообще конечно не это забавно из мбф они говорят у вас дефицит государственного бюджета должен быть меньше трех процентов европе больше шести как мы меньше в многих странах мира значительно выше вот тем более объяснять а хорошо дефицит государственного бюджета меньше трех процентов а какое-то значение имеет для украинца ну хорошо вот у нас 2011 дефицит государственного бюджета был меньше одного процента ну что тринадцатом больше почти четыре процента кто-нибудь украинца это заметил понимаете в чем получается абсурдность они в общем-то запрещают повышать за комплектом заморозили пенсии ну в великой памяти нам говорит о дефицит уменьшится будет чудо какое чудо знаете здесь такая абсурдная ситуация вот считается что если физик основной бюджетом маленький инвесторы почитают и резко просятся в эту страну инвестировать вот этот последний раздел значит тут почему патенту три направления выполнены финансовую стабильность государственный бюджет ну вы понимаете повышение тарифов входит в сам бюджет улучшения долгов но тут написано разработать программу защиты социально бедных и социально облегчить социальные издержки то есть но абсурд дальше некуда теперь насчет климата решающие усилия помогут оживить бизнес климат они или ненормально или не издеваются какой бизнес климат если по нашей стране ходят банды вооруженных людей захватывать предприятия улучшить судебную систему как раз сегодня развалили судьи советы нельзя это делать улучшить коррупцию да коррупцию лучше вы хоть видите какая у нас коррупция у нас выросло фискальное давление коррупции взятки полный бардак и они еще про климат какой-то говорят но здесь абсурд заключается в том что они фантазируют фантазируют я сейчас объясню почему они в общем 2015 года считают да тяжелый год будет а кто его сделал майдан его сделал советы международ фонда его сделали его не украинцы его сделал майдан и мвф потому что мы выполнили 2014 году все советы мвф получили обвал ну а здесь они пишут про восток но хватит врать восток это один из факторов главный фактор краха экономики украины только то что мы в 2014 году взяли какие-то мвф и выполнили все эти все если бы не брали кредит не выполняли эти бессмысленные глупые требования то не было бы так у нас бы курс был бы нормальный там 8 с половиной идут 10 цены у нас бы цены были где-то там в пределах роста зарплата выросли выросли они пенсии выросли вот вот что у нас было а в результате получилось наоборот и вот что они пишут значит но до 2015 по этой причине говорить вот в этом году у вас дефицит текущего счета будет полтора процента до ввп да мне то какая разница ты хочешь 10 процентов зарплату не скажите какая про зарплату не слово но если они пишут ну в результате всех событий к сожалению у нас внешний долг в Украине будет в 2015 158 процентов объясняю смотрите до майдана у нас был 70 истерика была сейчас 158 молодцы у нас у нас почти 100 процентов было по 94 истерика была а тогда было а что было понятно до майдана сразу не был только был на 17 38 процентов чувствуете разница да да вот это есть эффект майдана а теперь самое смешное значит благодаря всем реформам благодаря то что мы опять будем делать очередные глупости убивать экономику закрывать банки разорять бизнес вводить невероятные новые налоги фактически доводить до крахом рынок крылья шикарные 2000 года 2020 году ожидается что государственный долг сократится до 71 процента вот ради этого это стоило где тут логика